Моё сообщение посвящено, вообще говоря, некоторым вопросам изменения представлений домических шайвов-хактов о собственном теле. Вообще, конечно, известно, что исследования телесности в эндологии связаны в первую очередь с исследованиями тантрических и йогических практик. Поэтому сегодня уже даже, на самом деле, прослушали два доклада на эту тему. Но не менее интенсивно изучаются и разные формы воплощения в телесность богов, то есть рук и мурти. И, как известно, примерно с середины первого тысячелетия начинает формироваться иконография телесных воплощений этих богов в корпусе агомической литературы. Процесс, во-первых, был чрезвычайно сложным, многосоставным. И, на самом деле, малоизученным. И, в принципе, вот этот огромный корпус агомических текстов, он до сих пор переведён частично и даже опубликован только частично. Известно, что в тамильских шиваэльских храмах наиболее широко используются камикагамы. Ну, по тем основаниям, что к ней, во-первых, есть комментарии и руководство подхать Акхора Шива, вот. Ну и, значит, Чурмулер упоминал в своём прологе к Чурмундерам, что ему уже было известно 28 Магам, 57 стихе, и конкретно упоминает 9 из них, ставя камикагаму на второе место после кара Магамы. Надо сказать, что вот тут обнаружила недавно совсем, что камикагама была издана в проекте вот этого Гималайской академии монастыря Кауаи на Гавайях, который, вот, поскольку они в своё время подписали договор по Анди Шерри о дигитализации всех рукописей, которые у них хранятся, всех агам. То есть получили доступ, действительно провели эту большую работу за три года. И вот сейчас издали, он, конечно, он не имеет научного, то есть он не является научным в полной мере перевод, но, тем не менее, он доступен в интернете в свободном доступе и приводит, значит, там, соответственно, параллельный текст с санскритский и английский. Вот. Ну а для цели моего сообщения важно, что, по-видимому, параллельно и у шваитов, и у вайшнаевов, и у шахтов начинают формироваться некоторые новые идеи вот в середине века, в середине тысячелетия, вернее, первого, где-то в районе шестого века, седьмого, о том, что Богу можно поклоняться только так имеющему форму. И вот, собственно, в шваизме это записано во всех иконографических руководствах, и у гопинат Хирала, такая же последовательность и в многочисленных тамильских руководствах, которые, собственно, представляют собой, вообще говоря, выдержки тоже излагом. Вот. Что сначала идёт, вообще говоря, лучшей, наиболее такой важной, наиболее пригодной, наиболее сакральной формой для поклонения, конечно, Линда, которая, ну, она, хотя и считается руха-аруха, но, конечно, она на самом деле не антропоморфная и не расчленённая форма, но в том числе из-за её очевидных параллелей с высшими уровнями шивы, как сада шивы. Но в целом, благодаря творчеству одеяров главными постепенно, потихоньку и в ритуале, и в жизни, и как объекта для поклонения становятся всё-таки иконографические формы мурти, в которых шива может быть и репрезентированных вообще 25 всего. При этом для каждого мурти предписывается конкретная поза, оружие, украшения, прически, ну, а также другие аксессуары, которые и фигуры, кстати, тоже его спутников, то есть членов его семьи, например, входящие в тот или иной антропоморфный комплекс. Вот, и, собственно, считается, что, хотя вот этот вопрос на самом деле нуждается в дальнейшем исследовании, я просто пока как-то не очень могу понять, каким образом, потому что вот с лёгкой руки Зверевила считается, что начало иконография как бы шивы складывалась, собственно, вот в видениях авторов Деварма. Но, вообще говоря, немножко это как бы противоречит, собственно, тому, что изложено в самих гимнах, поскольку вот авторы восторженно описывают явленный им облик Шивы, но сложно представить, что все вот они, все трое были такими визионерами, что как бы они описывали свои видения в голове, то, чего они не видели, в общем, вовсе. Ну, то есть это как-то несколько чудновато представлять, потому что любимый их объект описания — это прямо очень конкретный Шива, причём они больше всего любят описывать его голову, распущенные, спутанные, часто пламенеющие волосы, причём Шива у них всегда очень как бы цветной. Его шевелюра, хочется даже, надо сказать, что космы, вот она всегда богато украшена, то есть не обязательно месяц, череп, ганга, змеи, цветы. Очень часто они описывают его серьги, также не менее часто упоминается и его чёрное горло, и ожерелье из Удракши. Тело Шивы, как правило, описывается как красное, при этом оно покрыто белым пеплом. Ну и, конечно, чаще всего, и, собственно, часто с этого начинается описание, описывают его ноги, которым очень много эпитетов, в том числе ноги описываются как красное, красивое, золотые, святые, цветочное, украшенное звенящими браслетами, лотосоподобное и так далее и тому подобное. Ну и, как правило, в описаниях фактов Шива двигается, но часто упоминается его форма, так сказать, ну, стоящего, застывшая, как говорится, иконическая. Два главных облика — это Натараджа и Пхикшатана. Значит, Индира Петерсон обратила внимание, что очень часто поэты играют, вот вся троица цветами, в описании облика Шивы так, что получаются изысканные портреты, которые она даже обозначила в своих фрагментах переводов, ну, в своей известной книжке. Вот, как, например, портрет в красном, портрет в серебре, золотой владыка. И, собственно, да, и конкретные облики конкретных Шив чётко привязаны к конкретным местам. То есть, на самом деле, ну, известно, что, вообще говоря, вот в совокупности Деварам представляет собой такую хронологию их паломничества от места к месту, это 276 или 275 по разным подсчётам, что называется, памятных мест. И более того, несколько подигамов их, собственно, фактически представляют собой такие как бы пропутеводители, которых они перечисляют, которые, собственно, и так и называются, список святых мест. Вот, например, у Сундерара таких списка три. Это 12-й, 31-й и 47-й подигам. У Апара таких списков два. Это 70-й и 76-й подигам из 6-го тома Деварама. А у Сундерара в 39-м подигаме во 2-м томе Деварама тоже приводится список святых мест. Поэтому, учитывая, что на самом деле у нас существует такая грустная, в общем-то, для историков искусства, историков культуры вещь, что мы фактически вот иллюстрируем творчество поэтов изображениями тех богов и самих поэтов, которые не являются им современными, а стоят от них на примерно 3 и более веков. Потому что известно, что время первоначального строительства Паласка, как раз когда жили все эти поэты, оно, собственно, было характерно таким достаточно большим объёмом храмового строительства. Но эти храмы строились из кирпича, украшались они, значит, да, конструкции внутренние были деревянные, и украшались они часто с помощью гипса из лесника, то есть отделочной работы. И вот, собственно, ранние чёлы, управляемые знаменитой благотворительницей Симбиян Махадея, характерны как раз тем, что на месте всех этих храмов Паласково времени, они строили в необычайном количестве как каменное сооружение. Поэтому всё то, к чему призывали любоваться, собственно, бхакты, и те, видимо, образы Шивы, которые они, собственно, видели и описывали, мы их сами видеть не можем, потому что они все заменены на более поздние. И часто, ну, учитывая, что даже образы чёрческого времени, это образы, в основном, теперь хранящиеся в музеях, в двух галереях, и они были извлечены из различных схронов, то, так сказать, то, что стоит сейчас в храмах, оно отнесено вообще к времени на Яков, например. Вот. Но поэтому, как бы, может быть, это и родило вот такую странную гипотезу, узверебило, что всё это было создано поэтами в собственных головах без всякой привязки к каким-то конкретным телесным обликам Шивы. Просто, видимо, надо полагать, что то, что они видели, было впоследствии уничтожено. Вот. Но что касается тела хакта, то оно прошло достаточно большую эволюцию. То есть, если оно, вообще говоря, большинством хактов, за исключением Сундарара, любимца и единственного хакта друга Шивы, воспринималось в основном как не имеющее, вообще говоря, никакой инструментальной ценности для своего владельца вне поклонения Шивы. Но, кроме того, оно, конечно, мешало, потому что оно всё время чего-нибудь желало и хотело, разных плотских желаний покушать также, в общем, всякие такие вот вещи. То есть, оно было явным, зримым, очевидным препятствием к освобождению. И, собственно, в знаменитом подвигаме Апара он риторически восклицает, а этого тела что за польза, если оно не говорит «слабься». Вот. Ну, кроме того, многие хакты, уже вот не поэты, а просто хакты, нейонары, входящие, собственно, в список, о чём мы знаем из Перия Пурана, с Умдара, они рассматривали свои тела как дополнительный материал для пожертвований Шиви. То есть, в общем, если вот им не хватало, ну, например, они могли свои глаза использовать как подношение, могли свои волосы использовать как подношение, могли свою кровь использовать как подношение, наливая её вместо масла. То есть, тело само по себе было нисколько неценно, представляло вообще отчасти такой расходный материал. Но в целом у большинства, всё-таки у авторов Девара, грязными и противными вот в той форме, в которой это происходит позднее у Маника Ласахара, они сами всё-таки, как правило, не являются такими, очевидно, безобразными. То есть, вот это такой яркий пример такого другого, в котором сосредоточены все пороки, которые только можно себе представить. Главное, что их часто обвиняют в толщине, что для Джайна странно. Вот такими, значит, противниками, альтер-рего, безусловными, так сказать, уродами являются Джайна. Ну, что понятно, потому что, собственно, сами поэты жили в то время, как раз, когда происходила интенсивная религиозная борьба. И, собственно, вот уже в период живого развития Бхакти формируется, по-видимому, традиция почитания самих Бхактов. По крайней мере, в знаменитом списке, о котором я уже как раз рассказывала и на Зобровских чтениях, и в статьях тоже написала, значит, некоторые из Бхактов, которые входят вот в этот список Сундарара, в этот знаменитый его перечень, вот, они, собственно, славны тем, что они в своём, так сказать, усердии были почитателями уже не самого, как бы, Шивы, а Самбандара и Апара и, собственно, самого Сундарара и таковых можно назвать, по крайней мере, несколько человек. То есть уже происходит некоторое такое с одной стороны обожествление, что они идут, за ними, так сказать, везде ходят, открыв рот и всячески становятся такими рабами рабов, что тоже знаменитый рефрен из этого «Подпаде Гама». Вот, а с другой стороны уже складывается такая, в общем-то, иконография почитания в Хактов, поскольку известно, что, начиная примерно с X века, Хакты, уже их мурки становятся неотъемлемой частью храмового убранства. Причём становятся как вот в группе все вот так вот 63, то есть в таком вот виде они могут присутствовать в храме и присутствуют практически во всех храмах, но, как правило, все вот эти группы, хотя они сделаны по старым иконографическим канонам, но они поздние. Так и, собственно, посвящённые есть храмы, посвящённые самим Хактам, и, кроме того, встречаются отдельные святилища, посвящённые тому или иному Хакту отдельно. Ну и, собственно, тем самым как Хакты, так и их тела очевидно приобретают некоторое божественное измерение и тоже попадают в иконографические руководства. Но это происходит уже позже. Надо сказать, что вот что ещё служит дополнительным таким моментом сомнительным относительно датировки жизни наиболее загадочного и выделяющегося из всех Хактов Тюру Муллера, потому что этот же культ как наиболее эффективный, зафиксирован в Тюру Мандера. Первое, что я сказала, что Тюру Муллеру известны уже все 28 агам. Второе, значит, он пишет в своём 1857-м стихе, например, «Подношение Господу в храме с высокими башнями не доходит до его преданного, но подношение его преданного несомненно достигнет Бога в его храме с высокими башнями». Ну то есть, в общем, стандартная датировка Тюру Муллера как человека, живущего где-то во время Крайкаль, она представляется на самом деле вообще чрезвычайно, конечно, сомнительной. Надо сказать, что Сундар отличается от всех других фактов тем, что его высокое самомнение в том числе о своей внешности, вообще о своей самоценности в целом его никогда не покидает, но как убедительно показала Дарая Рангасвани, которая написала о нём вообще совершенно фундаментальный труд в 2000 страниц четырёхтонной, которую я недавно в интернете нашла, чем чрезвычайно счастлива. А значит, что при вообще чрезвычайной лоббильности вот его настроения, когда он вообще очень свойственна депрессия, по поводам и без повода вообще поругался с Шивой или наоборот чувствует, что у него у самого нет никакой любви к Шиве, тогда он бьёт себя в грудь и кричит каменное у меня сердце. То есть его мучают дефекты скорее не внешности, а скорее, я бы сказала, собственной души. То есть, например, жестокосердие, невнимательность близким людям, в том числе к обоим своим жёнам, к своему другу Чараману Перумалю, славтолюбие и подобного рода вот такие, я бы сказал, такие человеческие пороки, о которых он, в общем, знает, но не может с ними справиться. И особняком стоит от, собственно, бхактов, авторов Деварма, Маника Васахар, который, ну, как известно, что он примыкает, да, как 64-й бхак, вот, его творчество занимает отдельный том, который как раз воспринимает своё тело как нечто, вообще говоря, нечистое или даже отвратительное. И вот чрезвычайно характерное описание им своего тела как жалкой хижины с девятью отверстиями, сочащимися грязью, но снаружи одетой кожей, что скрывает повсюду внутри копошащихся червей нечистоты. И способы преодоления им своей вот этой мерзости, безобразности, он часто сейчас сравнивает с шелудивым псом. То есть, как бы, обращаясь к Шиве, вот, в отличие от Сундерра, с мольбой, что, ну, понятно, что с таким телом, такого мерзкого, такого истекающего нечистотами и всякими нехорошими запахами, ясное дело, что Шива как бы полюбить не может. И вот часто его желание переплавить самого себя, то есть, преобразить настолько радикально, чтобы вот слово, собственно, вот этот мелтинг, вот плавка, оно встречается у него там, ну, разные глаголы там, но оно встречается у него необычайно большое количество раз. То есть, вот он прямо в буквальном смысле такое ощущение, что хочет чрезвычайно переформатироваться так, чтобы раз и навсегда избавиться от этого мучающего его отвратительного, отвратительной телесности, но у него это не получается. И надо сказать, что, да, это вот, собственно, те Натэши, которые датируются по ласким временем, немногие оставшиеся, которых, в общем-то, могли видеть. Бхакт именно в таком виде. Единственный Бхакт, первый Бхакт, которому это удалось решить эту проблему радикальной трансформации своего тела сразу, ну, с помощью Шивы, это, собственно, Петеса Каракаля Майяр и проблема женской телесности, вообще говоря, представляет собой самостоятельную тему, потому что, ну, понятно, что вот вопрос вообще о месте женщин в различных религиозных течениях поисков спасения, он по-разному решался в многочисленных религиозных течениях того времени, но в целом, ну, например, и в буддизме, и в джианизме женщинам были представлены некоторые такие институциональные средства для достижения цели освобождения, то есть, в общем, они могли искать путей, но это было возможно на пути ухода самху, но в Хакте, поскольку это течение не предполагает никаких монашеских общин и вообще говоря, стирает различия между миром домохозяев и миром святых, то это была ещё одна из причин, по которой опыт в Хакте, вот он не был в этом смысле так жёстко структурирован, и вот первая женщина из трёх входящих в список Сундера, она радикально решила эту проблему телесности, демонстративно принеся в жертву свою красоту и своё тело, воззвав собственно к Шиве вот практически почти теми же словами, которыми к нему через три веками позже взывал Манни Кавасахар, правда, тот не видел себе и красоты никакой, так она говорит, забери этот мешок плоти, красота которого была только ради мужа, и дай мне форму тех духов, что почитают твои стопы. И, как известно, её вот эта просьба была немедленно исполнена Шивой и Секижак, который, собственно, описывает всю эту историю в Куране, Райкаль, входящий в Кире Курана, он далее говорит, и тотчас же её тело из плоти утратило свою красоту и стало телом из костей, почитаемым всеми на небе и на земле. То есть вот плоть мешает Бхакту достичь спасения. И, собственно, исследователи, которые занимались в том числе и в рамках такого нескольких таких гендерных исследований способами освобождающего блаженства, то они указывают, что женщины Бхакты были особенно вовлечены в процесс телесный, который тесно связаны для них всегда с сексуальной трансформацией. И, строго говоря, рассматриваются две таких крайних радикальных модели. Одна — это, собственно, отрицание своей сексуальности и своего тела радикальной, но там же была и предыстория, поскольку, как известно, сначала, собственно, муж перестал воспринимать её как женщину и стал молиться ей как богиня. И, вообще говоря, это длилось довольно долго, это было не одномоментно, это было целый год, и он от неё уехал, и более того, даже женился там в другом городе. В общем, там это решение в ней зырело не быстро. И вот именно решение отрицания своей сексуальности, что было тесно связано с плотской телесностью. А вторая же модель — это, напротив, принятие своей сексуальности и использование своего тела для растворения в боге. Здесь они в качестве примера приводят Андель, который, как известно, единственная женщина только в вишнуитском направлении и в то время, как первая модель полностью элиминирует телесность, вторая модель считает как раз наоборот именно женское тело важным средством достижения божественного слияния. Другой вопрос, что сшив этот путь, видимо, был совершенно невозможен, поскольку во всех иконографических как бы изводах всегда присутствует ума в качестве половины Ли, в качестве хотя бы Сергея Вухки Ли, в качестве реальной богини тоже. Ну и третий путь для женщины в Шаево-Хакте тоже обозначен двумя другими женщинами, входящими в список Сундарара, его собственной матерью и добродетельной царицей Истовышева и супругой царя Недумарана Пандийского, которые как раз собственно вот по тому и вошли, что они как бы растворились в своих, с одной стороны в своем муже, а другая в своем материнском и женском долге, и собственно вот их такое выполнение своих женских обязанностей пара эксцелленс оно собственно и послужило, но правда они еще были славны тем, что их истории тесно переплелись с историями Сундарара, поскольку одна из них была его мать и Санбандара. Таким образом Карайкаль превосходит свое физическое существование, сознательно надевая мантию Претта или Пей, ну и вот собственно ее ненормальность, выключенность из нашего мира хорошо показана, про нее до сих пор снимают фильмы, комиксы рисуют вот ее восшествие так сказать на гору Кайласа на руках и весь муж и весь земной мир остаются в некотором ужасе от ее новой формы. Но надо сказать, что вот эта ее изможденная форма объединяет ее с точки зрения сюжета дальнейшей ее жизни, которая вся была проведена на погребальной поляне, то есть с одной стороны с Шивой, с другой стороны с Калией, как бы не Калия, потому что вот эта знаменитая скульптурная группа, изображающая знаменитые, не менее знаменитые соревнования Шивы, победившего Калия в лесу Тиролангаду, собственно, незримым свидетелем, пожизненным которого и была Калия уже в образе демоницы. Но надо сказать, что вот ее два падегама, дошедших до нас, Тиролангад и Тиропадегама, далеко посвящены описанию этого танца Шивы на погребальной поляне, окруженного жутким демоницами Пей. При этом Шива, выступающий, надо сказать, в облик нищего на кладбище и танцующий на этой земле клемации, вызывает у нее чувство отвращения, а трепет и возвышенные эмоции, переходящие в состояние к стаду. И в том, как она описывает великого Бога, можно смотреть много параллелей с тем, как его описывают другие факты. Она также стихом вводит фрагменты его описания, начиная с красный стол. Так, у него красные ноги и шея, которая переливается к черным. Господь украшен не блестящими украшениями, а костями и полумесяцами. У него густые спутанные волосы, красное сияющее тело, шея полная яда, украшенная горлянда из черепов. Он покрыт белым пеплом, опаяцом, слоновой шкурой. Его обивает кобра, он держит череп капалу. И все это восторженно описывается в каракале и, очевидно, призвано вызвать такое же ощущение восторга у понимающего зрителя, что, собственно, и вызывает до сих пор и сегодня. И совершенно особняком стоит, так сказать, опять возвращаясь и заканчивая моё сообщение, это Тиру Муллер, который, собственно, основная идея его Тиру Мандера, если говорить о теле, хотя он описывает в Восьмой Тантре разные типы тела, коррелирующие с разными типами души. В том числе там у него есть и грубое тело как страдающая форма, которая состоит из всяких довольно неаппетитных и несимпатичных жидкостей, лимфы, крови, плоти, жира, спермы, головного мозга и так далее. Но также он описывает и тело Джняни, и, вообще говоря, он считает человеческое тело правильным образом подготовленное посредством различных упражнений. Обителью Бога. Более того, в стихе 1529 стихе он утверждает, что Бог, собственно, и преобразил уже его тело, вступил в него и всегда в нём пребывает. И, вообще говоря, тело для тех, кто видит, Джива — это шива-линга, где чувства светильники, где плотское тело — это храм, где рот — это ворота Гапуром, а сердце — святая святых — храма щедрого Господа. И также он в стихе в 1726 отразветляет тело Шива-лингом, Чедампоровым, Садашивой и священным танцем. Далее говорят, что составившие это тело, правящие этим телом, сияющие в этом тело, это Нанди. Его ищут по всему свету, а он внутри тела. Таким образом, вот эта идея, идея, заложенная в Тюрумандерам, Тюрумуллера, которые, собственно, стали основой для позднейших спекуляций ситхов и их трактовок уже тела как совершенного тела, которое может быть преобразовано в бессмертную сущность, то есть совершенного тела как ай-ситхи. И, собственно, практики йоги в нём изложены, они очень резко контрастируют со всеми остальными фактами. И, кроме того, как известно, вся девятая тантра Тюрумуллера посвящена Чидамбараму, и, собственно, тот стих, который я процитировала, где он тоже напрямую считает, что тело, собственно, это храм и храм именно Чидамбарам. Мне всё-таки кажется, что вот эта традиционная датировка его временем примерно Карайкаль, она очень ранняя, потому что у самих фактов Чидамбарам вовсе не был главным храмом, Шива Натараджа не был главным иконографическим изводом, а, собственно, вот тот Шива, которого они описывали, это всё-таки в основном Шива Хикшатана, то есть это Шива, вообще говоря, шатающийся аскет, достаточно необузданный, неистовый, такого скорее категории Бхайрава, нежели вот тот Натараджа, которого мы знаем, который становится таким доминирующим образом, но всё-таки уже во времена Чолов и позже, особенно, конечно, стараниями Умахатиши Ачарьи, то есть уже это во времена Шаева Ситханта. Ну вот, собственно, всё, что я хотела сообщить по поводу некоторых соображений о телесности Бхактах и телесности описываемой имени Шивы. Спасибо за внимание. Спасибо. Очень интересное было сообщение, доклад замечательный, спасибо большое. У меня возник такой вопрос по ходу рассказа. Я так понял, что вот эта тема иконографии, да, она начала развиваться примерно в VI-VII веке нашей эры, правильно? И стала быть идея поклонения Божествам как некому одушевлённому образу тоже относится к этому времени или всё-таки это существовало и раньше? Ну вот, хотелось бы прояснить вот этот вопрос. Если что-то можете прокомментировать, там на самом деле существует разрыв, вообще очень непонятный разрыв, потому что у нас есть как бы знаменитый Шива Линга из Гудемалама, вполне себе с антропоморфным Шивой по Шупаде, вот, но он датируется первым-вторым веком до нашей эры, а потом как бы вот, собственно, изобразительность, ну, по крайней мере, на крайнем юге, вот, связанная, у нас уже это Мамала Пуром и позднейшее уже вот Паласка творчества, то есть это уже середина первого тысячелетия, то есть что было, собственно, вот в эти 500 лет, ну, поскольку, понимаете, у нас вообще вся история древней томильской культуры, она связана с тем, что у нас какие-то там, во-первых, у нас очень плавают датировки, то есть все, что мы говорим, это в значительной степени так, это довольно условно, в частности, датировки того же, например, Тиру Муллера тоже плавают так, примерно, с интервалом в 700 лет, вот, и, собственно, привязка всех довольно такая, ну, она, в общем, относительная, то есть плюс-минус 100 лет это вообще считается просто очень точно, вот, поэтому, когда я говорю, что примерно вот середина первого тысячелетия появляются, ну, просто у нас, у нас просто нет раньше памятников, то есть может, может, у них все это было непрерывно, может, еще лежит в земле сырой и когда-нибудь вырвут, и мы скажем, батюшки, мы себе совершенно, и счастливые искусствоведы начнут все переписывать, вот, но пока, пока вот существует вот такая дыра, вот, то есть вот фактически у нас нету памятников примерно вот с рубежа нашей эры до Мамалопурома практически нету, и мы поэтому не знаем, поэтому мы говорим, что их нету, не было, а может быть, то есть вот это как бы вот, ну, считать, ну, то есть считается, что вот она, что поворот происходит, вообще говоря, индуизма, вот где-то примерно вот в это время вот на именно поклонение, то есть меняется культ, происходит отход вот от всяких ведических дел, вот, то есть вот складывается эта вот иконография пуджи, иконография храмового пространства, другой тип поклонения, в общем, вот это всё, вот это вот где-то вот датируется середины первого тысячелетия, но это всё, это, понимаете, это всё на самом деле, мне иногда кажется, что это просто наши конструкты в наших головах в значительной степени, но объяснительные модели, вот, у нас нету, у нас нету такого, у нас нету хроник исторических, у нас нету чётких таких датировок, у нас есть поэтические тексты, блестящая традиция, но к ним не привязывается всё, как бы вот, то есть у нас вот это, то есть вот как-то вот существует, вот всё это по раздельности существует. Не осталось тех городов развалин, которые вот описываются в замечательной поэзии эпохи Сангама, вот, мы не знаем, где те блестящие города, говорят, что там были портреты какие-то, писались, то есть, но тоже ничего же не дошло, и поэтому, вот, это реконструируется чисто вот по литературе, например, поэтому это вот тепло. Спасибо большое. Я вообще согласен, может быть, с картиной, которую вы нарисовали в отношении того, как устроена телесность в шабаинском хапте, но мне вот кажется, что такой же важный момент, что на самом деле вот эта концепция телесности, она не возникает на пустом месте, и видно, что она на самом деле очень связана и с древне-тамильской поэзией, в каких-то, то есть, как бы действительно есть ощущение, что, ну, то есть, может возникнуть ощущение какого-то разрыва в традиции, потому что, действительно, в древне-тамильской поэзии такое тело эротическое, да, женское тело, значит, с очень детальным стадием поверхности, да, тело со всеми этими вот известными признаками там разных психотоматических состояний, вроде вот пасолей, да, желтизны, которая в разлуке на женском теле возникает, да, другой стороны, мы знаем это героическое тело, так сказать, мужское, в древне-тамильской поэзии, но на самом деле очень много сюжетов, которые уже в литературе связаны с телесностью, они на самом деле воспроизводят древне-тамильскую систему, ну, например, та же самая вот у Маниколаса, короче, много, допустим, идея, что там эмоции концентрируются вот в неком внутреннем органе нэнджи, да, там, как бы сердце, которое при этом может плавиться, да, это же на самом деле история абсолютно древне-тамильская, да, и мы вот эти все вещи, вот, а с другой стороны, я хотел подчеркнуть, что вот идея, что тело не имеет собственной ценности, у меня она, вот, например, очень ассоциируется с влиянием джайнизма тоже, ну, мне кажется, вы об этом сказали, но вот именно есть на самом деле класс текстов именно джайанских, там, в том числе и на ладьяр, которые сегодня вспоминали, да, которые просто вот противопоставляют, ну, как бы тело, ну, становится метафорой иллюзорности мира, да, все устроено не так, как, не так, как кажется, да, тело красавица снаружи прекрасно, а внутри оно отвратительно, это значит, что и мир не является тем, чем он нам кажется. Такая вот логика дидактическая, да, она ведь на самом деле передается в том же в том же тюру мантерам, там, в, по-моему, во второй тантре или даже в первой тантре, это вот просто буквально стихи о теле на самом деле выглядят как абсолютная перепевка джайанских текстов тамильских на ту же тему. то есть, мне кажется, что действительно, я просто хотел сказать, что у меня какое-то ощущение, что действительно шивайтика традиция, она просто настолько связана в этом, оказывается, в южном контексте, в таком случае, с джайанской литературой, с древнекаминской поэзией, ну, вот, собственно, у меня такой, наверное, комментарий. Да, Коль, спасибо, я с вами совершенно согласна в том, что как раз вот прямая последовательность, если рассматривать именно литературный контекст, он, несомненно, как бы присутствует, просто это вообще необъятная тогда была бы тема. Я как раз хотела связать именно вот с памятниками, именно изобразительными. Ну да. То есть, только как бы вот этот кусочек. А так, да, несомненно, джайнов мы еще это как бы вот мало просто этим занимались исследователи, у меня есть большое подозрение, что они еще отталкивались, потому что просто я не знаю, как это можно установить, что, ну, учитывая, что вот это самоумерзшление себя от голода, оно распространено и до сих пор, в общем, существует единичный случай, как оказывается. Последний там был в 2016 году Саликхана вот это. И говоря, что как раз, что они вот были чрезвычайно распространены в то время, вот, в том числе в Камилнаде, вот, поэтому, конечно, вот они всеми силами, я думаю, что сочиняли новую модель, вот, чтобы убрать вот эту жуткую аскезу, которая приводила просто людей, мы же просто не знаем, насколько это массово было явление. Но именно потому, что вот джайнская литература, она как-то все время так вот на периферии, в общем, у всех у исследователей, у всех вот и тексты, собственно, сами-то как-то не особенно входят в оборот. А так, на самом деле, конечно, вот если смотреть именно как развитие понимания тела, начиная с литературы сангии и вот и в джайске в том периоде, то есть там, конечно, прямое идет развитие, несомненно, там как раз традиция не прерывалась. То есть я тут сами полностью согласен. Ну, во-первых, я с вас большим удовольствием вас, по-моему, слушаю, много интересного, она в курсе, так сказать, событий происходит. Мне кажется, единственное, я хочу что-то высказать и, кажется, даже мы это обсуждали. Мне кажется, что вопрос формирования, так сказать, физического облика вот Шивы, в данном случае, его у Бога-другого, вот, все-таки он начался, я кажется, гораздо раньше, нежели даже в тамильской литературе, как ты упоминаешь. Потому что вот существует же Махабхарата, существует Шаторудрия, то есть гимны, которые так или иначе как-то описывают Шиву. Вот, и там можно, действительно, накопать, мне кажется, много иконографических щит и черт, которые вот могут потом повлиять уже на и, так сказать, на томическую иконографию, и так далее. Но это чисто гипотетическое. Вот, а так вот, спасибо, Ольга, во-первых, большое спасибо, Ольга Павловна, было удивительно интересно. Во-первых, вот это, то, что тело Бхакта – это дополнительный материал для жертвоприношения Шива. Помимо между самыми расчурения плоти, были ли еще какие-то ритуальные проявления этой идеи? Знаете, они как бы, у них, судя по перья Пуранам, они не ритуальные, а они, что называется, вот от, как сказать, от полноты души. То есть, вот он, допустим, наливал, наливал масло в лампы. Он так считал, что вот его задача все свои деньги тратит на масло для лампы. А потом, значит, случился голодомор, он разорился, денег у него не стало, но он же обещал Шиве, что он будет пополнять масло. Значит, пожертвую своей кровью, наполню, значит, кровью вместо масла, всё, значит. Или там, вот, знаменитая история с Канапаном, который, значит, свои глаза жертвовал. То есть, это не то, что это как-то вот такой, что они участники некоего ритуала воспроизводимого, а это кальдрас индивидуально такого самопожертвенного сравнимого прямо с каким-то Александром Матросовым просто буквально. Каждый раз это как-то кончается тем, что и тут появляется, слышится звон браслетов Шивы, и довольный Бог в последний момент как бы вот останавливает это дело. Ах, останавливает всё-таки. Ну, в общем, он останавливает, да. Спасибо. В одном случае он не остановил. В одном не остановил. Я имею в виду сиру Тондаром, который, в общем, сварили, сварили мальчика, да, не остановил. Да, своего сына, так сказать, на заклание отдал. Ну, правда, потом... Ну, не шляпся. Потом вернул, но, то есть... А, вернул-таки. Ну, то есть, когда уже, вот, понимаете, уже всё было, то есть, когда мало того, что там... Это вообще совершенно садистская история, потому что мало того, что родители приготовили карри из своего собственного ребёнка, вот, они ещё были вынуждены, что называется, застывшими улыбками этого садху кормить. Ну, то есть, типа, как вот гостя дорогого принимать. То есть, это прям какая-то японская история вот про то, что у меня сын умер, а я улыбаюсь. И как бы вот она совершенно... То есть, таких садистских историй как бы вот очень много, но это вот... Это такого рода испытания, но по ощущению, по крайней мере, есть обоснованное мнение, вот, недавно, к сожалению, ушедший от нас Энмониус, что это уже позднее привнесение сикижарам. То есть, это не истории того времени, когда, собственно, сами бхакты были. Это вот из серии тех кровавостей, про которые вот нам сегодня Николай Валентинович будет рассказывать, вот уже вот когда вот Каленгарта... Времени Каленгарта поранее я бы сказала. Да, второй вопрос. Маленький совсем. Вот это Каламеяр, первая статуя, которую вы показали, она поразительно, экспрессивна. Какого она времени? Ну, статуи все достаточно поздние, там они разные, конкретно... Самая первая, там это из музея, по-моему, если я правильно понимаю, про которую вы говорите, это из музея... Да, она без головного убора с... Она 12 секунд кондатируется. Спасибо. Они все чёрсткие, они все очень хорошие. Кстати, между прочим, Каламеяра единственная вот святая из бхактов, которую очень любили почему-то в Юго-Восточной Азии. То есть, она туда как-то тоже вошла, вот ее там много статус, статус там. Она какая-то вот у них, она им по сердцу пришлась. Камбоджия есть ее храм. Да, да, да. Ее? Камбоджия. Камбоджия. Спасибо. 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 Субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok